В разгар летнего сезона в Севастополь снова наведались незваные гости. Гусеницы американской бабочки уничтожают всю зелень, до которой только могут добраться. В редакцию нашего канала поступали уже десятки обращений от граждан со всех районов города. И все отвердят об одном – если проблему с насекомыми не решить сейчас, к будущим это может обратиться настоящей экологической катастрофой. По обращению жителей Нахимовского района, наша съемочная группа выехала в Ушакову балку. Буквально в пяти метрах от государственного заказника десятки деревьев были полностью или частично объедены ненасытными насекомыми. Впервые я заметил поражение американской бабочкой дерева. Было поражено две ветки, где-то числа 21-22 июня. Через четыре дня, 26 июня, в Севсельхознадзор ушло письмо с просьбой обработать для предотвращения дальнейшего распространения этой американской бабочки. Но с той поры ничего не изменилось. Как позже выяснилось, Севсельхознадзор сам не производит обработку, он только фиксирует это все. Гусеницы американской белой бабочки представляют реальную угрозу для всей растительности. За последние несколько лет в Севастополе они уже уничтожили тысячи деревьев. Самки белой бабочки откладывают яйца на нижнюю сторону листа. В среднем 400-600 штук, из которых в течение недели появляются гусеницы. Едят они практически круглосуточно. Мы уже не то, что там одно-два дерева, а уже полурайона заражено вот этим вот. Неужто сложно было обработать вначале там одно-два дерева, чем обрабатывать гектарами уже? Представитель Севсельхознадзора объясняет, работа по борьбе с вредителями ведется и предпринимаются меры для локализации очагов распространения. Генерация американской белой бабочки, она проходит несколько стадий, и зимой она сохраняется в виде яйцекладок под корой деревьев. Поэтому все эти мероприятия необходимо проводить не только в летний, весенний или осенний период, но также в зимний период. Это связано с определенными агротехническими мероприятиями. Например, очистка от старой коры, уничтожение яйцекладок американской белой бабочки под старой корой, обработка известняком стволов деревьев. Это все необходимо делать систематически. По информации Департамента городского хозяйства, оперативная фитосанитарная служба провела 130 выездов по всем районам города. На данный момент агрохимикатами уже обработаны порядка 730 деревьев и кустарников. А всем садоводческим товариществам были разосланы предупреждающие предписания с подробным алгоритмом борьбы с вредителем. Сельхознадзор обращается к горожанам. Если ваш район подвергся нашествию насекомых, просьба незамедлительно обращаться в фитосанитарную службу по телефону 540209. Арсений Ковалевский, Максим Трофимов, информационный канал Севастополя.